Мы сравним средства для окрашенных волос и совершенно обычные. Попробуем выяснить, в чем здесь разница и действительно ли нам нужно такое разделение. Привет, меня зовут Клава, добро пожаловать на этот канал. Здесь мы обсуждаем уход за волосами и кожей лица, а также отношения и другие личные темы в подкасте И. Раньше в таких видео обзорах в Versus я покупала средства и тестировала их на своих волосах. Но я не знаю, как в этом случае показать отличающийся эффект от шампуня и кондиционера, особенно учитывая, что мои волосы не окрашены, и вот то, что чуть-чуть они более светлые на концах, этому окрашиванию уже почти два года. Поэтому мы с вами будем сравнивать составы средств и вообще обсудим, что и почему добавляют в шампуни, кондиционеры и стайлинг для окрашенных волос. Итак, прежде всего, окрашенные волосы это какие? Окрашенные перманентным красителем, или смываемой краской, или обесцвеченные, или все вышеперечисленные. Вы можете сказать, что окрашенные волосы значит поврежденные. И, возможно, вы будете правы. Но, опять-таки, в зависимости от воздействия определенным красителем, повреждения тоже могут быть в разной степени. И в результате волосы будут разной пористости. Если вы не видели мое видео о пористости волос, то посмотрите его по ссылке. И тогда, почему бы всем не пользоваться просто средствами для поврежденных или пористых волос? Может быть, средства для окрашенных волос это просто средства, которые действуют мягче и помогают подольше сохранить цвет тонирования? Может быть, конечно, но тогда это просто будет шампунь с плохой промывающей или средней промывающей способностью. А кондиционер для окрашенных это обычный кондиционер с жирными спиртами, силиконами и другими пленкообразователями, которые помогают создать пленки вокруг волос и защитить их. Много вопросов, давайте разбираться. Я предлагаю взять два шампуня и два кондиционера из масс-маркета и сравнить их составы. Мы выведем составы на экран, я, если что, смотрю в свой ноутбук. Итак, я взяла первые попавшиеся вообще средства. Вроде бы Эльсеф достаточно популярные масс-маркетовые продукты, и как-то они всегда на виду, на слуху. Итак, у нас есть Эльсеф ламинирующий шампунь Уход Эксперт Цвета для окрашенных или эмилированных волос. И также у нас есть Эльсеф шампунь Полное Восстановление 5 для ослабленных и поврежденных волос. Что мы видим? Сначала здесь вода, естественно, затем ПАВ, поверхностно-активные вещества, отвечающие за очищение. Содиум лауреусульфат, содиум лауреусульфат, кокамид миппа и кокобетаин тут в двух шампунях. Да, немного различаются комбинации ПАВ, но в целом плюс-минус они схожи. Далее гликоль, дестиорат, это перламутровый замутнитель, эмульгатор. В обоих шампунях мы видим димизикон, силикон, это кондиционирующая добавка. Далее в обоих шампунях мы видим содиум хлорид, загуститель, это соль. И потом пошли другие кондиционирующие добавки, консерванты, ПАЖ-регулятор, растворители, отдушки, в общем, все прочие штуки, неважные для нашего анализа. Интересное отличие в том, что в шампунь для окрашенных волос добавлены УФ-фильтры. По обратите внимание, это бензофенон-4 и этилгексилметоксинамат. Я не знаю, как правильно это читается, но в общем, я подсвечу эти компоненты. Что нужно сказать? Это шампунь. Это смываемое средство. А чтобы защитить волосы от солнца, средство должно на них остаться, а не быть смыто. Про фильтры, почему их добавляют и где вообще они могут быть полезны, поговорим чуть-чуть позже в этом видео. И как вы видите, разница минимальна. И кроме УФ-фильтра нет каких-то прям отдельных специальных компонентов для окрашенных волос, которые нельзя использовать на неокрашенных волосах. Хотя данные средства, о которых мы говорим сейчас, все же мало отличаются, рынок движется к тому, что отличий становится все больше. Производители стараются добавлять больше интересных компонентов, средств для окрашенных волос, которые будут лучше работать, лучше сохранять цвет. Например, различные хорошие пленкообразователи, те же УФ-фильтры, какие-нибудь классные поликватерниумы. Например, вот, кстати, в этот шампунь добавили поликватерниум 53. Это тоже такой необычный поликватерниум. И эти полимеры в последнее время все больше тестируют на смытие цвета, также добавляют различные эмаленты, которые подбираются специально для окрашенных волос. Поэтому какие-то подвижки все же есть. Также шампуни для окрашенных волос сейчас стараются делать с PH меньше 5, как раз таки, чтобы он действовал более мягко. Но это обычно касается все профмарок. В масс-маркетовых средствах различия минимальные, и чаще всего это только УФ-фильтры. И пользоваться такими продуктами, кстати, можно и тем, у кого свой натуральный цвет и не обязательно окрашенные волосы. Давайте сравним теперь кондиционеры из этих шесть серий. LSF ламинирующий бальзам уход эксперт цвета для окрашенных милированных волос. И LSF бальзам для волос полное восстановление 5 для ослабленных или поврежденных волос. То же самое. Очень похожие кондиционеры, на мой взгляд. Жирные спирты, масла, силиконы, куча разных кондиционирующих добавок. И да, опять-таки в средстве для окрашенных волос есть УФ-фильтры. Это смываемое средство. Фильтр в смываемом продукте не будет защищать волосы от выгорания, но немного будет помогать в защите цвета. Я не говорю о том, что эти средства плохие или хорошие. Я лишь говорю о том, что в масс-маркете на данный момент практически нет разницы между средствами для окрашенных и неокрашенных волос. Когда же разница все-таки может быть? Отдельным особняком стоят и реально отличаются от обычных средств продукты с красящими пигментами для поддержания определенного оттенка. Например, фиолетовые шампуни для блондинок. Они содержат пигменты прямого действия и способны ненадолго подкрашивать кутику. Вот, например, шампунь от Satcha Kwan Silver Shampoo. Обычный, на первый взгляд, шампунь, но мы видим здесь краситель C60730. Это как раз то, что отвечает за фиолетовый оттенок. Или, например, маска-кондиционер от Divens Alchemic. Как вы видите, в самом конце мы видим Basic Yellow 57 и Basic Brown 17. Это красители. И подбирать такого рода продукты стоит со своим колористом. Потому что некоторые мастера ругают такие продукты и говорят о том, что лучше чаще тонировать волосы. Другие же мастера поддерживают использование тех же фиолетовых шампунях своими блондинками. Поэтому лучше посоветоваться своим мастером, какое конкретное средство лучше подобрать. Давайте отдельно поговорим про УФ-фильтры, как их найти, в каких средствах. Как мы уже с вами выяснили, в шампуне и кондиционере для окрашенных волос часто добавляют УФ-фильтры, потому что окрашенные волосы намного больше подвержены выгоранию и изменению цвета. Но, опять-таки, в смываемых продуктах, таких как кондиционеры и шампуни, УФ-фильтры от солнца никак не защищают. Поэтому именно для защиты от солнца такие компоненты стоит искать только в стайлинговых продуктах. Это кремах, гелях, лаках и прочем. Как найти такого рода компоненты? Сейчас я на экране вывешу список самых часто встречающихся УФ-фильтров в средствах для волос. Вы можете остановить видео, записать себе эти компоненты и в следующий раз при походе в магазин, может быть, подобрать себе какой-то стайлинг с УФ-фильтром. Вот, например, мусс для окрашенных волос Шварцкоп в Professional Silhouette. Здесь тот же фильтр, что мы с вами находили в шампуне, бензофенон 4, но тут он хотя бы немного, но, возможно, будет защищать от солнца. Солнцезащитные фильтры в средствах для волос – это вообще такая спорная тема. Да, они работают, но насколько хорошо, какой конкретно фактор защиты будет в конкретном средстве, мы никак не можем понять, потому что, чтобы это оценить, нужно равномерно, очень равномерно и полно покрыть все волоски, каждый отдельный волосок. И как это сделать, не окунув волосы в тазик или в ведро со средством – непонятно. Естественно, такого никто в жизни не делает. Но если у вас окрашенные волосы, то лучше пусть УФ-фильтры будут в средстве, чем их не будет, потому что они помогают сохранению цвета, хоть немного, но помогают. Подробно эту тему выгорания, повреждения и вообще как ухаживать за волосами при смене сезонов мы обсудили в нашем недавнем вебинаре про сезонный уход, смотрите по ссылке. Также отдельно для окрашенных или поврежденных любым другим способом волос можно выделить продукты Olaplex. В основе их действия лежит активный компонент – бисаминопропил дегликоид диболиат. Именно это вещество Olaplex способно создавать искусственные связи в волосах, в том числе и десульфидные. Оно также поддерживает ионные водородные связи при различных повреждениях волос. Изначально был создан Olaplex номер один – там только действующее вещество. И это средство добавляют при окрашивании в салоне. Потом, как уходовую процедуру, сделали Olaplex номер два. И это средство тоже предназначалось для салонов. Далее они расширили линейку и сделали домашний уход Olaplex номер три. И он очень похож на номер два. И далее уже пошли другие расширения линейки. Сделали шампунь, кондиционер, несмываемый крем, масло. Сейчас еще собираются выпустить Olaplex номер ноль. Это домашний аналог Olaplex номер один. И если вы запутались и в целом экономите, и хотите просто что-то, что будет работать, и вам не нужны все эти миллион баночек, то возьмите только номер три, с остальными просто даже не запаривайтесь. Делайте с ним глубокое кондиционирование раз в неделю, и будет счастье вашим поврежденным волосам. Но тоже чудес не ждите, это не панацея, это лишь поддержка того, что осталось, чтобы ваши волосы далее не ломались. Если вам нравится шампунь, кондиционер или другие средства марки, то тоже можно их использовать для окрашенных, они замечательно подходят. Там мягкий шампунь и достаточно такой насыщенный, хороший, разглаживающий кондиционер. Я сама в уходе использую несмываемый крем Olaplex номер шесть, очень его люблю, особенно для осеннего и зимнего времени. Итак, подведем итог. Нужна ли вам какая-либо специальная косметика для окрашенных волос? И да, и нет. Вам нужен Olaplex, если волосы сильно повреждены. Вам нужны стайлинговые продукты и шампунь и кондиционер с его фильтрами, если вы хотите чуть-чуть продлить срок жизни цвета. Но тоже полагаться всецело на них не стоит. И вам нужны шампунь и кондиционеры с пигментами, если какие-то конкретные одобряет ваш колорист. Но просто так покупать шампунь и кондиционер для окрашенных волос из масс-маркета не обязательно. Купите любые, которые подходят вашей кожи, головы и вашим волосам. Либо же посоветуйтесь опять-таки с вашим колористом, подберите какие-то конкретные средства, профессиональные, где будут какие-то интересные компоненты. Если у вас жирная кожа головы, но вы замечаете, что применение шампуня с хорошей промывающей способностью способствует быстрому вымыванию цвета, то, может быть, имеет смысл перейти на более мягкие шампуни и сочетать их с регулярным применением пилинга для кожи головы. На этом все. Пишите внизу в комментариях, какую косметику предпочитаете покупать вы. Вы пользуетесь ли вы какими-то специальными средствами для окрашенных волос. Подписывайтесь на мой канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить ни одну тему. А у меня все на сегодня и увидимся в следующем видео. Пока!